Здравствуйте, люди добрые! Вы находитесь на канале Голос Правды и с вами я, его ведущий Олег Бурылов. Сегодня у меня для вас отличная новость. Наконец-то грозу Перми Александра Шабарчина власти отпустили на свободу. Сейчас Александр находится на воле. Ложкой дегтя, конечно, остается его пребывание в СИЗО более двух месяцев. Кроме того, все-таки власти не сняли с него условный срок за то, что он сделал куклу Путина. Но, тем не менее, это отличная новость. Я не ожидал, что Александра выпустят на свободу. Спасибо. 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 Друзья, спасибо за внимание. Сейчас Паша комментарий. Друзья, кто может тоже вам прикупить, не поддерживали. Что есть, это хорошо. Но за тебя и так оно. Привет, ребята. Как дела? Дела у прокурора у нас в делишке. короче там ребят очень вкусно кормят слушай может зайдем отведаем или наелся уже их щами панель садов прямо сейчас 500 подписчиков 59 групп вообще с ним пойдет здравствуйте да я не знаю что сказать честно нет вот ожидали вы сегодня подчатки вам здесь да да Рассматривайте Волон на реально все два года да Волон на ожидали вы ожидали вы сегодняшнее мого заседания сюда с какими мыслями проснулись я прошел то что ну точнее что то что я прошел то что я прошу а на учебе я прошу Надеюсь, рад, если не рад, что-то. Нет, все прошло достаточно нормально. Оксинутся вполне адекватные ребята. Обращаются на выезд здесь. Ну, по крайней мере, в мою сторону никакого беспредела не было. Всем привет! Наконец-то мы дождались. Александр вышел из СИЗО, сейчас вам покажу. Надо было его декоративно. То есть, второе, опять-таки, реализированное общественное объединение, которое мешало в себя позицию, Я думаю, что подобные изречения политика в таком уровне, как Владимир Путин, в принципе, нельзя делать, как я говорил на последнем сцене. Это приводит к ухудшению международной обстановки и отношений, а также памяти между населением. Президент готовится к какой-то войне. Он не правит. Что ж ты рад вообще? Да, рад вообще. Что ты собираешься делать? Что ты собираешься делать? А что ты собираешься делать? Не знаю, я не знаю куда. Жить ее. К родителям найти пока. У тебя есть где жить вообще? Я не знаю. Честно. Просто за квартиры, которые я снимал, она сейчас уже не моя. Там нет аренды. Ей надо будет сейчас думать, что делать. Сейчас нужна какая-то помощь? Пока. Да нет, наверное. Я справлюсь. Какие-то слова тем, кто тебя поддерживал все это время? Скажи, пожалуйста, пару слов. В СИЗО не круто, а круто не в СИЗО. Ты знаешь, что каждый день практически ребята уставили одиночные пикеты? Все это? В твою поддержку многие писали и так далее. Можешь сказать пару слов благодарности. Не знаю. Я знал только частично, по-моему, только до середины сентября, а дальше что было, я не знаю. И всем, кто как-то проявлял поддержку, как-то высказывал мнение в защиту меня, я от всей души, как говорят арестанты, благодарю, спасибо. Ура! Ура! Народ, вот такие пироги. Пишите ваши комментарии, что вы думаете по поводу вот этой отличной новости. Ставьте лайки под этим видео, поделитесь этим видео в соцсетях со своими друзьями и знакомыми. Сейчас пока не буду делать выводы вот по поводу того, что почему отпустили Александра, когда его уже до этого закрыли. Есть очень интересные мысли, но я расскажу об этом чуть-чуть попозже. До свидания. С вами был Олег Бурылов. Ваш голос правды. Субтитры последний. Но какой-то Ox cove.